Ну а тем временем в геологоразведку на юге региона собираются вложить 6 миллиардов рублей. О том, как развивается тюменская нефтяная отрасль, говорили в областном департаменте недропользования. Вообще, эксперты предрекают сокращение добычи черного золота в стране. А как обстоят дела в области, расскажет Татьяна Воротилова, которую я приветствую. Таня, здравствуй. Какие перспективы у нас и надолго ли хватит ресурсов? Добрый вечер, Иван. Ну вот когда задаешь этот самый популярный вопрос про нефть, специалисты улыбаются и говорят, что на наш век точно хватит. Впрочем, экономика юга области все меньше зависит от цен на черное золото. И если что, у будущего поколения есть запасные подушки в виде других природных ископаемых. Изобилия песка, глины и торфа. Но вернемся к главному на сегодня богатству нефти. Прошлый год для региона стал историческим. В этом нефтяники преодолели цифру в 100 миллионов тонн. Столько добыли на юге области за все время и преимущественно в Увадском районе. У нас в принципе молодая, но такая чуть-чуть недозрелая нефть. В отличие от азербайджанской нефти, которая почти как мазут. У нас, конечно, это немножко другие запасы. Что касается легкости или сложности добычи, то в принципе вся нефтедобыча уже продвинулась от 1,5 километров бурения вглубь до 3,5-3,5. Конечно, эти процессы тяжелее. Но и технологии развились. И уже и бурят так, и наклонно бурят. На юге области открыто 44 месторождения углеводородного сырья. Половина из них действующий. И самые крупные находятся в Увадском районе. Это Усть-Угусская и Урненская. Из новых месторождений Иртышская. Его открыли в минувшем году тоже в Увадском районе. Запасы нефти на юге области, по оценкам экспертов, Сибнаца составляют около 480 миллионов тонн. По итогам геологоразведочных работ промышленный прирост в 2018 составил почти 29 миллионов тонн. В минувшем году проделана серьезная работа в геологоразведке. На нее предприятия потратили 5 миллиардов только собственных средств. В итоге пробурено 13 скважин. В планах на этот год цифру увеличить до 17 и вложить в геологоразведку 6 миллиардов рублей. В Увадском районе гораздо больше нефти в скважинной жидкости, чем, например, в Нижневартовске. У нас еще не требуется таких серьезных дополнительных затрат для того, чтобы добыть из этой массы, которая поднимается из-под земли, саму нефть. Добыча нефти в 2018 составила больше 12 миллионов тонн, что почти на 15% больше, чем годом ранее. В перспективе на ближайшие три года планируется сохранить уровень в диапазоне 12 и 13 миллионов тонн в год. Что касается попутного газа, то на месторождениях стараются минимизировать влияние на окружающую среду. Идет контроль расхода газа, его очистка и полезное применение, например, снижение затрат на производстве. Попутный нефтяной газ фактически полностью утилизируется на наших месторождениях, используется на газотурбинах, либо на газопоршневых электростанциях. И используется для выработки электричества, либо тепла для нужд, собственно, промыслов. Наши промыслы, они находятся на значительном удалении и поэтому делают автономные энергетические системы замкнутого цикла, где все сырье используется для собственных нужд. Что касается перспектив, то сейчас сейсморазведчики ведут активную работу в Тобольском районе, где обнаружены запасы нефти. Кроме того, одна из компаний заявила о намерении построить в Тюмени крупный исследовательский центр. Его задачей станет повышение эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. Сделают это за счет цифровизации производства. Нефти у нас, безусловно, хватит, так скажем, в промышленных объемах, чтобы добывать минимум на 30 лет. Но ее хватит и на больше, но я имею в виду, что 30-50 лет – обозримая перспектива. То есть это в любом случае, если не будет снижаться спрос на нефть в мире, то нефть, она будет у нас добываться. Просто объемы снизятся. Но этот прогноз на случай, если будет обвал цен на нефть, добывать трудноизвлекаемые запасы, выгодно при стоимости 80 рублей за баррель, подсчитали эксперты. А закончить небольшой нефтяной экскурс хочу интересными фактами из истории. Первая тюменская нефть была добыта 60 лет назад. Хотя еще в 45-м в паспорте области было написано, что наш край беден полезными ископаемыми. Вот такой парадокс. Студия. Спасибо большое, Таня. Факты действительно интересные. О настоящем будущем нефтяной отрасли на юге региона нам рассказала Татьяна Воросилова.